Здравствуйте. Я генеральный директор компании SWATPOINT. Хотел бы рассказать о некоторых наших решениях. Значит, чем занимается наша компания? Мы решаем вопросы производительности, устойчивости, масштабируемости информационных систем. Соответственно, более 300 проектов. Мы являемся золотым партнером Microsoft. Например, одно из наших решений, я про него расскажу чуть позже, кластерное решение. В прошлом году, соответственно, мы вышли финалисты решений Microsoft. В России мы заняли первое место, а так мы вышли финалисты, соответственно, в тройку вошли лидеров. Ну, еще раз, значит, решение задач производительности, кластерное решение, построение надежных систем онлайн обмена данными. Ну, то есть это, по сути, репликация. Мы сделали свой репликатор, который поддерживает многопоточность, у которого есть достаточно мощная система разрешения конфликтов. Ну и, в принципе, про это тоже отдельно расскажу. Интеграция различных систем. В данном случае я подразумеваю, например, мы сделали тоже отдельное решение, которое подразумевает под собой создание некой шины данных, которое позволяет разным системам, которые работают на разных серверах, обмениваться фактически в единой транзакции, причем достаточно производительной. Ну, соответственно, некие услуги поддержки. Ну и потом автоматизация. Это, например, на базе 1С, на базе решений Microsoft. Хочу рассказать про три наших продукта. Систему мониториную Perfect Expert. Соответственно, новый продукт SoftPoint Traffic Simulator, который позволяет записывать весь трафик, проходящий через систему в многопоточном режиме, практически не нагружая ее, а потом воспроизводить. И продукт, про который я сказал чуть раньше, SoftPoint Data Cluster, который позволяет горизонтально масштабировать систему, то есть нагрузку, фактически распределяя ее по разным серверам. Итак, мониторинг производительности Perfect Expert. Для чего это нужно? Ну, необходимо для того, чтобы, соответственно, поддерживать систему, чтобы была возможность собирать все необходимые счетчики системы 24 часа в сутки непрерывно. Ну и, соответственно, чтобы была возможность каким-то образом фиксировать некий SLA. Ну, например, время выполнения тех или иных операций в графическом виде отображать и иметь возможность оперативно реагировать, если эти параметры выходят из каких-то критических параметров. Соответственно, в каких случаях задумывается приобретение нашего системы мониторинга? Когда замедляются какие-то пользовательские операции? Когда начинается медленно и нестабильная работа системы? Когда, соответственно, снижается уровень контроля управляемости информационной системы? Ну, приведу простейший пример, да, ну, предположим, в любой системе, любую систему можно, скажем так, извиняюсь за выражение, завалить, да, запустив какие-нибудь там неоптимальные отчеты, запросы. Вот, соответственно, ну, один из кейсов, когда, например, в одной компании регулярно в какое-то время, ну, просто невозможно было работать, начинались жуткие тормоза. Соответственно, просто выяснялось, что некая пользователь Иванов запускала одновременно там четыре очень мощных таких отчета, которые полностью съедали всю ЦПУ. Вот, соответственно, когда мы поставили это средство мониторинга, во-первых, мы это оперативно увидели, а выяснилось, в чем причина. То, что секретарь Иванова готовит для своего директора, там, на планировку пятничную эти отчеты. Она их запускает, в принципе, она свою задачу, функцию выполняет, к ней никаких претензий нет, отчеты там формируются, там, по четыре часа, грубо говоря, к пятнице они уже готовы. Вот. Ну, директор тоже, у него никаких претензий нет, отчеты у него уже с утра лежат. Ну, а то, что система в этот момент практически не работает, ну, они об этом не догадываются. Соответственно, мы это сразу увидели, позвонили, спросили, а можно ли эти отчеты потом выполнить, ну, и, соответственно, дали на оптимизацию заявку, соответственно, их оптимизировали, ну, и подобных проблем не возникало. Ну, это один из кейсов, а так, в принципе, их достаточно много. Соответственно, какие ключевые требования к системе мониторинга? Она не должна, ну, в первую очередь, конечно же, она не должна нагружать основную систему. То есть в данном случае мы много раз переписывали архитектуру, и мы вышли на показатель, что у нас, ну, порядка где-то 2-3%, не больше. Вот. По большому счету этого, ну, добиться очень непросто, потому что вот следующий критерий – это полнота данных и непрерывность. Ну, вот полнота данных. Понимаете, да, что если вы запустите полную трассу, да, трассировку включите, то у вас система, ну, будет весьма-весьма загружаться, система этой трассировки, да. А в некоторых случаях, если у вас нет полной трассировки, вы не получите необходимую вам информацию. Ну, например, у вас есть какой-нибудь процесс, который осуществляет высокую нагрузку на систему, не одним запросом тяжелым, который у нас попадет в трассу, если мы сделаем ограничение, там, допустим, по ритсам или по duration, а, допустим, в цикле большим количеством мелких запросов. Вот. Да, вы, конечно, по SIS процессу свой поймете, да, там, ну, что, допустим, этот процесс отъедает большое количество ресурсов, но детализированной информации не поймете. Вот наша система мониторинга, допустим, умеет динамически переключаться и включать те или иные счетчики дополнительные, трассировку включать. Ну, допустим, данный кейс, который я привел к примеру, то есть система понимает, допустим, если там какой-то процесс сильно нагружает систему, и при этом есть в настройках мониторинга стоит там специальная галочка, что в этом случае нужно включать полную трассировку, соответственно, он берет там на определенный интервал, допустим, на две минуты, включает полную трассировку по этому процессу. Вот. Ну и таких примеров, соответственно, много. Вот. То есть еще раз говорю, что эта система именно включает те или иные счетчики а динамические, на основании кейсов, которые мы проходили, то есть в первую очередь мы эту систему разрабатывали для внутренних нужд, там, еще раз говорю, более чем 300 проектов, успешно выполненных по решению вопросов производительности. И, соответственно, ну потом стало понятно, что можно ее продавать, собственно говоря, и мы вот сейчас активно развиваем партнерскую сеть, ну и успешно продаем этот продукт. Он показал себя хорошо во многих системах. Сразу хочу отметить, что что очень еще важна интеграция с конкретными системами. Ну, например, у нас в силу просто так вот исторических факторов больше всего она интегрирована в системе 1С. Ну, хотя, по большому счету, есть примеры интеграции с другими системами, в том числе самописными. То есть, ну, в чем заключается интеграция? Ну, например, в некоторых случаях вам важно понимать не просто там, что это спид, там, вот процесс там, допустим, 108 нагружает систему, а вам нужно понимать, что это пользователь Иванов нагружает систему. Вам важно понимать не то, что там запрос какой-нибудь в трассу попал селег, там, неизвестно что, да. А вам важно понимать, какая строчка кода привела к этому, да. Вам важно сгруппировать, в конце концов, по этим строчкам кода, да. Если, ну, опять приведу другой пример. Вы можете взять, собрать трассу, у вас будет какое-то количество запросов, но они не параметризированы, и вы не можете автоматом их сгруппировать, да. Но даже если вы их параметризуете, ну, то есть, уберете значение там, да, в виде параметров, то есть, чтобы они были уникальны. В некоторых случаях, опять-таки, запросы формируются динамически, и для того, чтобы вам сгруппировать по какой-то конкретной строчке кода, ну, это нетривиальная задача. Соответственно, наша система это умеет делать. Мало того, мы проводим более тестовую интеграцию с конкретными системами на уровне SLA. То есть, мы ставим специальные метки в коде, да, например, которые, с помощью которых мониторинг собирает информацию о времени выполнения конкретных операций, время проведения документа, время формирования того или иного отчета. И вся эта информация отображается, я просто сразу приведу, вся эта информация отображается в едином окне. Ну, вот я, давайте буду примеры приводить. То есть, обычно, ну, это главная панель, это система мониторинга, то есть, в левой части здесь счетчики отображаются, видите, причем эти счетчики, их может быть большое количество, некоторые из них включаются автоматически, некоторые, ну, соответственно, можно настраивать. Часть из этих счетчиков, ну, является, собственно, системами, счетчиками, которые с помощью PerkMuna можно собирать. Но, часть счетчиков можно настраивать, то есть, те же самые временные характеристики. То есть, те же самые сюда можно добавить в систему счетчик, например, время пробития чека или время проведения документа, да, и этот счетчик будет доступен в этой панели. И его можно, соответственно, графически отображать вот на этой панели и видеть, как системные счетчики, ну, например, нагрузка на CPU, нагрузка на диск, там, не знаю, сетевой интерфейс. И видеть, ну, здесь, кстати, на этом примере он не выведен, и видеть, как это влияет на систему. То есть, в некоторых случаях системные счетчики вам ничего не скажут, вообще тормозит у вас система или не тормозит. А вот если вы имеете эту информацию в единой панели, постоянно которая собирается, и можете графически все это сопоставлять, то это очень, конечно, неплохо. Ну, вот видите, в правой панели здесь отображаются имена пользователей, ну, в данном случае это вот интегрированная система 1С, то есть имена пользователей 1С отображаются. Отображаются там строчки кода, которые приводят к той или иной нагрузке, да, соответственно, модули объектов. Внизу, допустим, собираются информации по процессам, которые происходят на том или ином сервере. Причем в данном случае можно их собирать не с одного компьютера, да, то есть не одного сервера. Например, не только сервера SQL, а ну и, например, сервера приложения 1С, там, не знаю, сервера терминала. И все, еще раз говорю, это будет в единой панели. И очень важно, очень много мы таких запутанных историй разобрали, которые, ну, допустим, компании, когда происходит, что-то отказывает, там, не знаю, или очень начинает тормозить система. И вот благодаря такой комплексному сбору всей информации и визуализации ее было решено много таких вот подобных проблем. Ну, соответственно, собирается информация, вся эта нам важна просто для сторонних проектов, когда, ну, предположим, у нас большинство проектов мы делали удаленно. То есть наши специалисты никуда не выезжали. Вот есть некая, клиент там, допустим, с Новосибирской обращается, говорит, вот у нас там возникли такие сложности. Мы высылаем систему мониторинга, система мониторинга ставится. Значит, хранится она в открытом формате, база Firebird. То есть мы подписываем некое соглашение конфиденциальности. И в этом контексте очень важно, что мы не видим каких-то коммерческих данных, мы не взаимодействуем с системой клиента. То есть и вот эта система мониторинга собирает информацию не только, ну, о системе, а… Сейчас, извиняюсь. Ну и, например, там о параметрах сервера, там каких-то, о настройках сервера, о, там, не знаю, насколько там очень важная информация, допустим, насколько индексы, когда индексы происходили, переиндексация индексов, насколько они дефрагментированы, да. Вот такие вот моменты. Соответственно, это пример панели там по трассировке, фактически, да, которая позволяет опять-таки группировать в удобном виде. Так, это у нас… Да, вот, собственно говоря, здесь приводится пример, когда вы можете сгруппировать по строчке кода и увидеть нагрузку. Ну, то есть предположим такой… рассмотрим такой пример. У вас есть некая система, ну, назовем, там, допустим, 1С, и у вас в ней выполняются три, там, три раза тяжелые какие-то запросы, от которые у вас в трассу попадают, но это не говорит о том, что вам их нужно оптимизировать. Вы должны в первую очередь посмотреть, а какое количество вызовов там, да, и у вас, может быть, нагружают систему маленькие запросы. И в этом смысле вот подобная функциональность очень полезна. То есть она позволяет непосредственно дать прямое указание программисту, да, то есть, ну, в данном случае какая ситуация бывает? Есть администратор, допустим, системы SQL, есть там, программист какой-нибудь, там, не знаю, там, Dynamics, там, или там, 1С, вот. И вот между собой их состыковать иногда очень сложно. Там, допустим, администратор говорит, да, это ваша система тормозит, программист говорит, а вот это вы там настроились или неправильно. Вот, вот система позволяет это все так вот привести к единому целому и дать прямое указание, кто что должен реализовать для того, чтобы оптимизировать. Вот, ну, в общем-то, я рассказал о мониторинге. Сейчас перейду к следующему продукту. Это, это, это трафик-симулятор. Ну, давайте расскажу, собственно говоря, историю создания. История создания, ну, вот один из наших крупных клиентов не смог самостоятельно перейти на новую версию SQL-сервера 2012. Вот, то есть SQL-сервер, в принципе, валился. То есть вопрос был не в том, что даже производительность там, да, могла потенциально просесть, там, еще что-нибудь, да, потому что, ну, оптимизаторы запросов отличаются. А просто в какой-то момент отключался SQL-сервер и все. Соответственно, сложность еще была в том, что эта ситуация не моделировалась. То есть не было, не было понятно, из-за чего это происходит. Вот, ну, а, соответственно, на рабочей системе, вот так вот делать такой переход, останавливать работу компании. И вы же понимаете, да, если вы переходите на более высокую версию SQL-сервера, то у вас нет возможности обратно откатиться. Ну, там есть разные подходы, допустим, там, через репликацию или чего как-нибудь. В общем, это непростая задача. Вот, и тогда возникла некоторая мысль, что, а как бы вот попытаться поймать эту ситуацию, которая приводит к подобной ошибке. А в идеале еще, допустим, ответить на вопросы, допустим, какие запросы стали быстрее, насколько они стали быстрее, а какие медленнее стали, допустим. Такие ситуации тоже бывают. Вот, собственно говоря, из этих предпосылок, ну, я, в принципе, про них и рассказал, родилась мысль, что необходимо сделать вот некий такой продукт. Значит, собственно говоря, хотя я сказал про историю, ну, как бы применение, область применения его не только для, там, скажем так, безопасности перехода, да, а еще область применения связана с тем, ну, допустим, для оценки нового серверного оборудования. То есть, допустим, если у вас стоит вопрос, а вот это серверное оборудование, насколько будет эффективнее на нем система работать с SQL? Ну, ответ можно получить не на, так вот, не на глазок, действительно сняв трафик с вашей системы, многопоточный трафик с вашей системы, соответственно, записав его, а потом аналогично воспроизвести уже на новом серверном оборудовании, да, и получить четкий отчет относительно того, что быстрее, что медленнее и насколько. Вот. Еще одна область применения, это, например, восстановать эффективность перехода, допустим, на, там, 2014 SQL сервер. Тоже, соответственно, вы можете записать этот трафик, допустим, на 2005 и воспроизвести его на 2014. Получить, соответственно, тоже такой полноценный отчет. Вот. Значит, ну, давайте я расскажу теперь немножко о технических нюансах, как, в чем у вас состоит реализация. Значит, реализация состоит в следующем. Значит, на какой-то момент времени мы фиксируем бэкап, да, системы, плюс, ну, обязательно должен писаться transaction log. То есть, чтобы мы могли систему восстановить ровно на какой-то момент времени. Дальше. Включается, ну, ставится такая, ну, скажем так, некая прокси, да, через которую проходят все запросы. Вот. В какой-то момент времени мы инициируем запись этого трафика, да. Прокси начинает, вот здесь вот у нас, к сожалению, диаграммы более подробной нет. Прокси начинает записывать все запросы, которые идут через систему, через, ну, на SQL-сервер. Вот. И, ну, записывает там определенный файл, там есть несколько... В принципе, это происходит без... ну, запись, во-первых, происходит в асинхронном режиме. То есть никакого влияния на продуктивную систему нет. Ну, единственное, что должен быть какой-то дисковый массив, куда, собственно говоря, эту информацию в некоторых случаях это достаточно большой объем. Вот. Соответственно, этот трафик записывается. Вот. А потом вы можете, собственно говоря, восстановить этот бэкап на определенный момент времени. Причем система сама понимает точку X, в которой, когда начал записывать... Трафик начинает записываться на самом деле с опережением, и он понимает точку X, когда нужно воспроизведение это делать. Вот. Восстанавливается этот бэкап, и с помощью нашего средства начинаем воспроизводить трафик. Что он делает? Он создает, во-первых, то же самое количество... Там есть два режима воспроизведения в однопоточном режиме и многопоточном режиме. Вот. Соответственно, система понимает, сколько потоков, когда работалось, под каким процессом это запускалось. Она координирует создание этих потоков. И в этих потоках, соответственно, происходит создание этих операций. Вот. И, соответственно, запись. Запись их в некоторый файл. Вот. Соответственно, вы можете собирать при записи... Ну вот, кстати, вот так вот выглядит консоль. Видите? Ну, как некоторый плеер. Да, собственно говоря, есть в этом продукте некая другая подсистема, Traffic Compiler, которая отвечает за анализ и переработку собранных данных. То есть можно на самом деле воспроизводить несколько раз этот, собственно говоря, трафик, да, и записывать расширенную, ну, уже на тестовой среде. У вас нет таких требований производительности. Уже можно, например, собирать планы запросов. То есть, допустим, вы собрали... Допустим, стоит цель перехода 2005 на 2014. Вы собрали этот трафик, да, дальше вы можете его воспроизвести уже с полным сбором планов выполнения, допустим, на том же самом 2005. Полностью у вас собирается все duration, рекордсет и все остальное. А потом вы этот трафик воспроизводите уже на 2014 или 2012 SQL Server. И в отчете... И в отчете... Это вот пример отчета я хочу найти. Вы сможете увидеть, во-первых, разницу времен выполнения. Вы можете увидеть разницу там рицов, разницу ЦПУ, разницу планов выполнения запросов, ну, соответственно, разницу времени выполнения, да. Ну, это отображается в некоторых наших отчетах, то есть там специально там зелененькие, что хорошо, красненькие, что хуже, желтенькие, по-моему... А! Ну, в том числе, кстати, вы можете не только увидеть еще разницу во времени выполнения, вы еще можете увидеть разницу в рекордсетах, что тоже очень важно. Ну, кроме, скажем так, гетерогенных данных, ну, допустим, там, те же самых гуидов, которые могут, естественно, отличаться, да, вы можете сравнить, а результаты выполнения у вас одни и те же. То есть, допустим, что-то поменялось, не знаю, в 2014-м, относительно 2005-м, и, предположим, использовалась какая-нибудь недокументированная функция, которая на 2014-м перестала поддерживаться. И, предположим, у вас этот запрос вообще перестал работать или стал работать по-другому. Здесь, соответственно, с помощью этого функционала вы все сможете увидеть. Вот, здесь приведен пример, когда можно использовать еще с целью анализа именно производительности. Ну, кстати, я просил коллег немножко другие. Вот это вот воспроизведение в однопоточном варианте. Вот, то есть нагрузка здесь, она как бы полностью не коррелирует. То есть какие-то вещи, конечно, там, допустим, PageLifeExPantasy, вот этот вот показыван момент, это когда, допустим, какой-то большой запрос, который вытесняет кэш. И в данном случае видно, что динамика одна и та же, но вот нагрузка CPU не одна и та же. На самом деле, если на многопоточном режиме воспроизводить, получается, что нагрузка полностью идентична рабочей системе. Ну, разумеется, если оборудование идентично. Вот. Ну, собственно говоря, это я рассказал про… А, ну, кстати, 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 кстати. Вот пример. Были интересные результаты, что вот, ну, видимо, что-то поменяли, не знаю, в координаторе потоков или еще где-то. Нам вот, допустим, 2014-2012 стал там лучше, даже 14-й, чем 2008 SQL Server. Вот это мы воспроизводили одни и те же. Ну, опять-таки понятно, что все зависит от конкретной системы, да, то есть в некоторых случаях это может быть даже… некоторые запросы могут и дольше выполняться, но вот такой результат мы на одной системе получили. Так, ну, собственно говоря, это я уже все рассказывал. Теперь я хотел бы рассказать о третьем нашем продукте – SoftPoint Data Cluster. Значит, в чем концепция этого продукта? Ну, он предназначен для горизонтального масштабирования IT-систем, работающим под управлением MS SQL Server. Значит, в 2012-м, вы знаете, в SQL Server появилась такая функциональность, как Always On, которая, по сути, реплицирует данные с одного сервера, позволяет реплицировать с одного сервера на другой практически в онлайне, ну, синхронно, скажем так. Есть два режима – синхронный и синхронный. Вот. И которая позволяет на вторую, скажем так, на второй сервер выполнять какие-то конструкции на чтение. Ну, казалось бы, чего не хватает. Все. Вот есть такая возможность и можно ее использовать. Но возникает очень много подводных камней. Во-первых, не все приложения позволяют управлять коннектами. Нужно отдельно реализовать балансировку. Есть проблемы, допустим, темповых таблиц. Ну, когда, допустим, у вас какие-то конструкции завязаны на темповые таблицы, а, соответственно, у вас на одной ноге это позволяет… Ну, допустим, на одной ноге не существует, на другой не существует. Опять-таки, проблемы изменений. Ну, допустим, есть у вас хранимые процедуры, которые в себе содержат и чтение изменения данных. При изменении данных, которые… Если вы эту хранимую процедуру направите на вторую ноду, допустим, аналитическую назовем ее так, у вас будет ошибка. Вот. Ну, все вот подобные… Подводные камни мы убрали в нашем решении. То есть, из чего она складывается? Она складывается из… В данном случае… Как она выглядит? Да. Ну, здесь вот немножко другая схемка. Сейчас я секундочку найду. Вот давайте лучше на примере этой схемы рассмотрим. То есть, есть, допустим, некая там… Приложение, да? Веб-приложение или еще что-нибудь. Есть… Да, есть, значит, некие сетевые интерфейсы. И вот мы становимся, фактически, как некое прокси между сетевым интерфейсом и SQL-сервером. То есть, система… Эти системы думают, что вот наш вот сервис, это как будто он и есть SQL-сервер. То есть, все запросы идут через него. То есть, фактически, такой некий виртуальный SQL-сервер. И вот. И дальше, вот сет отсюда. Наша система направляет уже запросы по… с нодом, которые, ну, реплицируются данные с помощью All-Wison. Значит, какие принципы работы? Еще раз расскажу с Point Data Cluster. Во-первых, адаптируется любое приложение на базе SQL-сервере без изменения кода самого приложения. Ну, в некоторых случаях, скажем так, не то, что это необходимо, в некоторых случаях это более эффективно. Ну, допустим, вы можете явно дать понять системе, что, допустим, вот этот отчет, он четко как бы аналитический, и в нем нет никаких изменений данных. Его, например, нужно всегда выполнять на аналитической ноде. Ну, например, для чего это делается? Это делается в том числе не только для того, чтобы разгрузить основную оперативную, назовем ее так, ноду, а в том числе для того, чтобы не вытеснялся кэш. Вы знаете, что этот отчет выполняется, допустим, какой-то интервал времени, я не знаю, 5 минут, 10 минут, и он вытесняет кэш. Его, допустим, по-другому переписать нельзя, потому что он анализирует большое количество данных исторических или еще что-нибудь. И вы можете сказать, допустим, вот в начале буквально одну меточку ставите в коде, и в конце кода этого отчета что этот отчет всегда перенаправляет на вторую аналитическую ноду. И он будет всегда перенаправляться на аналитическую ноду. Причем эти меточки, они фактически делают просто… это фактически комментарии в SQL-запросе. То есть если отключить наше вот это решение, то все равно система будет работать. То есть она отчуждаема. Вот. Соответственно, следующее. Направляемся за запросы на изменение данных только на мастер-сервер, разумеется, потому что если изменение данных пойдет не на мастер-ноду, а на аналитические ноды, то, разумеется, будут сразу же ошибки. Он… наш вот этот softpoint data cluster отслеживает время рассинхронизации серверов. На самом деле, даже в синхронном режиме, вы должны понимать, даже в синхронном режиме все равно есть некая задержка между данными, которые реплицируют all-ways-on. Вот. Наша система это понимает и понимает, опять-таки, в каких случаях можно перенаправлять, в каких случаях нельзя. То есть анализирует текущую загрузку оборудования. Ну, то есть фактически выполняет задачу балансировщика. То есть он не понимает, какое оборудование загружено, более загружено и направляет на менее загруженное оборудование. Соответственно, легко обучается. То есть, на самом деле, у меня практически не осталось времени. Я приведу один из примеров оптимизации. Тоже с помощью такой нетривиальной нашего вот этого решения. Например, есть у вас некая закрытая система и, допустим, в этой системе стоит задача реструктуризации. То есть нужно поизменить структуру какого-нибудь объекта и у вас таблица старая удаляется, новая создается. И, допустим, можно это сделать оптимально с помощью транзакта SQL. Можно опять-таки эту задачу решить правильно с помощью, допустим, многопоточной, с помощью чего ускорить этот процесс. Ну, допустим, разделим на 10 потоков и практически десятикратно увеличив скорость. Но у вас закрыт код, и вы этого сделать не можете. Вот наша система, допустим, она обучаемая. И есть вот один из примеров, когда мы фактически вот этим прокси понимаем, что идут операции инсертов. Там специальная меточка ставится, которая говорит, что сейчас переключаемся в этот специальный режим. Мы возвращаем приложению информацию о том, что как будто бы этот инсерт реально вставился в эту таблицу. Но на самом деле система сама создает несколько потоков. Это тоже управляется динамическим, допустим, десять потоков. И передает вот эти инсерты в эти потоки. То есть фактически эти инсерты идут в десяти потоках. Не всегда это можно применять, потому что это могут быть, во-первых, апдейты, которые влияют на данные, это могут быть какие-то там селекты. Но вот один из таких кейсов наше решение позволяет решить. Ну, собственно говоря, все. Давайте тогда отвечаем на вопросы, если какие-то вопросы есть. По последнему продукту, правильно я понимаю, что вы перехватываете какой-то сетевой трафик при помощи какого-то роутера или какого-то оборудования, анализируете сам пакет и в зависимости от этого всего перенаправляете, в зависимости о том, что он, кстати, отправил на другой сервер. Я хочу спросить, вот есть такие решения уже, например, от Cisco, да, там есть там нетскейлеры у них, которые точно так же это все делают. А для чего они решения? Для msql? Да, для msql они есть в том числе. Соответственно, какие плюсы, например, у вас есть, которые, например, перебивают конкурентов? У меня такой вопрос. А вы знаете, где это решение от Cisco? Где оно работает? Вот хотя бы одно. Да, я знаю. А вы могли бы эту информацию ценных предоставить? Ну, я вам потом расскажу. Отлично, отлично. Ну, я знаю, что решение, многие описывают, что есть еще решение, допустим, у Oracle аналогичное, вроде бы. Ну, не в России работает, я знаю, где работает. Нет, ну, на самом деле отличий никаких нет. Все зависит от того, насколько вы эффективно реализовали вот эту модель. То есть, по сути, что это отвечает? Это анализ трафика. Нужно его, во-первых, очень быстро парсить. То есть, ну, у нас, допустим, потеря линейная там не больше 4-4%. Какое-то программное обеспечение еще используется? Вот где-то еще? Или все это? Нет, у нас, кстати, есть следующая мысль. Мы хотим это сделать вообще на аппаратном. То есть, это будет типа вот Cisco отдельный такой блок, который будет ставиться. То есть, я хотел даже можно больше спросить, есть ли какой-то оверхед на то, что вы принимаете эти пакеты, собственно говоря, анализируете, в это время какие-то задержки идут там или что-то? Ну, задержки есть. Какие-то очереди могут образовываться в связи с тем, что слишком много он не успевает? Нет, ну, вот пример мы в Magnite тестировали в MTC совместно с Microsoft. Очень хороший результат показала эта система. Ну, естественно, она показывает результат при высокой нагрузке. То есть, если у вас не нагружена система, использовать, ну, смысла нет. Вот. А при высокой нагрузке очень хороший результат. И еще раз говорю, линейная задержка не превышает там 2-3%. И All-Wayson там, я так понимаю, максимально из всех, сколько можно в All-Wayson сделать? Ну, 2012, насколько я помню, 4 нода, да? Там 3 нода дополнительных, да. А в 2012, в 2014 там, по-моему, 8 нод. Ну, у нас, скажем так, скажем так, наши решения работают уже в ряде компаний. Кстати, там Enter, допустим, там еще. Вот в этом Enter, по-моему, 3 ноды, там они дополнительно включали. Вот, в частности, вот эти пиковые продажи, они проходили с помощью наших решений, нашего решения. Вот. А на 2014 у нас пока еще никто не работает. Ну, я думаю. Ну, там концепция та же самая, поэтому не думаю. Спасибо большое за это. Есть какие-нибудь вопросы? Все? Ну, все, спасибо. Тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.